Я приветствую вас на канале Алёнин сад в моем видео о том, каким был мой сад в октябре этого года. Как видите, сад пока еще достаточно полон цветами. А здесь у меня цветет самосев виолы. Сейчас я оборву образовавшиеся семянки и надеюсь, что эта виола процветет еще очень и очень долго, потому что это морозостойкое, холодостойкое растение, которое прекрасно зимует в наших краях и которое растет, как я уже сказала, самосевом. Вот так вот будет лучше. Вот такая вот она красивая, немножечко-немножечко махровая, потому что ее мама, которая дала эти семена, она должна была быть махровой. Мама тоже была не очень-то махровая, а ребеночек еще менее махров. Так, что у нас здесь интересного? Здесь у нас отчиток. Все больше и больше разрастается, размножается. Безумно нравится мне это растение. Хочу его как-то использовать, но я уже говорила в предыдущих видео. И здесь начинается у меня мох. Начинается мох. Это такое типичное низшее растение для октября, ноября и всей зимы, в принципе, в Латвии. Вот как только начинается похолодание, как только начинаются дожди, так все наши тротуары, вернее, промежутки между кирпичиками, плиточками на тротуарах, зарастают великолепным изумрудным ковриком мха. И мне это очень-очень нравится. Жаль, что не круглый год эта картинка. Ну и посмотрим, какой же мой сад в октябре. Я специально, в принципе, ждала заморозков, чтобы показать, как сад выглядит после заморозков, но в то же время еще не выкапывала георгины. Потому что выкапка георгин это уже следующий этап. Когда выкапаешь георгины, сад будет выглядеть совсем-совсем по-другому. И это будет видно и в ноябре. Первый небольшой заморозок. В этом году очень-очень поздно заморозки. Очень теплая осень. Надо сказать, что на следующие 4 дня у нас прогноз это плюс 18 градусов днем. Конечно, с такой информацией жалко, что далее замерзли. Они могли бы еще целую неделю прекрасно цвести. Ну да ладно. В общем-то, честно скажу, я рада. Потому что мне их нужно еще выкопать, просушить, увезти домой. И это лучше делать в теплую погоду. Так что все вот так вот хорошо сложилось. Они замерзли. И впереди еще будут теплые дни. Я успею очень многое сделать. Здесь у нас цветут астры. Очень красиво. Очень пышно. Так иду против солнца. Не так все хорошо видно. Великолепный сорт. Выше меня ростом. Просто потрясающе. Немножко начало так вот разваливаться. Когда выпадет снег, он может совсем поломать, завалить эти ветки. По-хорошему надо подвязать. Да. Вот такая вот красотища. Большой, красивый букет цветов. Дальше. Что интересненького. Я решила убрать отсюда полностью эту розолистную малину. Потому что я посчитала это растение слабо урожайным. Это на самом деле так. Сколько оно занимает места у меня и сколько дает ягод, это две большие разницы. Поэтому я ее отсюда полностью уберу. Дело даже не в том, что она агрессивная, она пускает подземные побеги. В принципе, я легко довольна с ними справляюсь, потому что у меня не огромная плантация этой малины. А вот именно дело в том, что занимает тут такое хорошее место безветренное, на сухой почве плодородной. А в ответ дает совсем небольшой урожай. И вот, кстати, сейчас смотрю и вижу, что еще то, что тут недавно созрело, съели вороны. Ну, вообще они безобразники. Эти вороны. Было несколько ягодок, они их съели. И сюда, я думаю, что я посажу бадан и что-нибудь еще. Кстати, цветет флокс, все еще тоже очень красивый, очень хороший сорт, мне очень понравился. И здесь после обрезки больших-больших стеблей у отцветающего уже шалфея мускатного начали отрастать новые молодые побеги снизу и цвести. И вот, пожалуйста, еще одна идея, да, как продлить цветение растения. Я уже показывала в прошлом видео львинный зев, который я неверно назвала левкоем. Потому что левко-белый у меня тоже есть. Вот здесь вот он растет, этот белый левко. Мне он не понравился, потому что, во-первых, написано, что он душистый. Я никакого аромата не почувствовала. Во-вторых, у меня вот он цветет не пышно, совсем не пышно. Хотя семена должны быть. Можно собрать свои семена, попробовать посеять на следующий год. Может быть, ситуация улучшится. Но так, в целом, я бы отнесла это растение и к неудачам этого года, и к таким растениям, которые мне, в общем-то, просто не понравились. Шалфей мускатный сделал еще одну классную штуку у меня в саду. Хочу вам ее показать. Посмотрите, что это у нас. А у нас здесь десятки маленьких шалфейчиков. И мне не придется в следующем году его сеять. Он прекрасно перезимует. Это я уже знаю по прошлогоднему опыту выращивания шалфея. И весной я смогу радостно совершенно взять их отсюда и рассадить по всему участку, куда только мне заблагорассудится. И здесь же сходы на перстянки. Это тоже двулетнее растение, которое я у себя в саду посеяла только однажды. И с тех пор я радуюсь каждый год ее цветению, не прилагая к этому никаких абсолютных усилий. А еще вот здесь у меня, посмотрите, какой мощный самосев лихница калцидонского. Вот здесь вот материнское растение, а здесь у меня целая куча самосева. Это многолетник, который я собралась отсюда вообще в принципе убирать. Но вот он испугался и решил еще и насеяться. Вот, кстати, здесь наперстянка. Наперстянка, которая, получается, выросла тоже самосевом. Вот из таких вот всходов. То есть в прошлом году были осенью такие всходы. Прошла зима, прошел полностью весь этот сезон. И вот такая вот розетка наперстянки вымахала. А следующий год, рано весной, она начнет очень быстро цвести. Здесь зацветает астра. Еще одна астра. Осенняя, которых у меня несколько сортов, как вы уже поняли. Вот с такими вот очень-очень-очень маленькими беленькими цветочками. Очень поздний сорт оказался у нас уже сегодня 11 октября. А она только начала зацветать. Конечно, в принципе, вот эти вот метелки с бутончиками, они тоже симпатично смотрятся. Но вот все-таки хотелось бы, чтобы она цвела немножечко-немножечко пораньше. История очень интересная у этой астры. Потому что я ее покупала в прошлом году в июле месяце цветущей. Она уже цвела в июле. И я ее купила. Вот у меня вопрос. Что делают с этими растениями на фабриках по производству растений в Голландии? Если вот эта вот высоченная, в принципе, астра, продавалась она в горшочке вот такой вот высоты, она была размером и уже цвела. Хотя натуральный размер растения это больше метра. И правильное время цветения это середина октября. Вот. Ну и еще астры, которые не такие, как эта, лучше. Это вот эта вот прелесть. Я ее показывала в прошлом видео. Она еще не такая была прекрасная, как сейчас. Сейчас это просто какое-то невероятное зрелище. Это сиреневая стена. Согласитесь, очень-очень красивая. На закате, конечно, не так цвета передаются. Но понять, что цветочков очень много. И от земли, и до самого верха. Это все потому, что она растет у меня здесь на юге. И рядом белая астра, не менее красивая. Смотрите, какая она богатая. Какие цветы у нее красивые. Просто чудо. Мне очень она нравится. К сожалению, начинается мучнистая роса. Но это уже все не мои проблемы, потому что скоро снег начнется. Бороться с мучнистой росой никакого смысла нет. Сюда я пересадила отводок крыжовника. Решила попробовать изменить место. Потому что в том месте, где у меня растет два куста крыжовника, они очень плохо растут, развиваются, плодоносят. Хотя им уже по три года. Даже уже, наверное, по четыре. А в этом месте как-то вот получше, я думаю, им будет. Здесь на грядках остался только пастернак. Морковку и свеклу я убрала. Свеклы опять получилось много. Опять я не знаю, что с ней делать. И ее чем больше, тем больше мне ее не хочется есть. А в семье у меня вообще свеклу никто не любит. Никто ее не хочет есть. Так, здесь остатки физалиса. К сожалению, физалис теплолюбив очень. Поэтому наверняка здесь... Ну, хотя, в принципе, можно даже собрать. Ягодки, они фактически уже все зрелые есть. Я думаю, даже вот, да, совсем зрелый. И совсем очень вкусный физалис ягодный. Ммм, вкуснятина. Ммм, какой сладкий. Ммм. Ммм, вкуснятина какая. Ладно. Видите, какой он урожайный, этот физалис. Это видовой. Вообще, сортов физалиса, по-моему, вообще еще не вывели. Это все виды. Его называют еще земляничным. Забыла латынь. На экране напишу, как он называется. На латыни ищите. Если покупаете семена физалиса, латинское название его. Вот этого именно физалиса. Так, что у нас за теплицей. Только что я здесь вырвала листья у ревеня. Они уже такие упавшие были. Продолжают расти мои двулетники. Вот так вот зеленеют пышненько. И удивесила я срезала цветоносы. Потому что было как-то не очень опрятно это все. Гелениум также уже отцвел полностью. И моя... Да, здесь вот тут тоже покажу. Это ирис болотный. Как он разросся. Просто ужас. Здесь выросла еще одна ива. Я ее, по-моему, вам еще ни разу не показывала. Или показывала маленькой. А за это лето она выросла вот такая вот большая. Два метра высотой. Меня спрашивают, и соседи спрашивают, и зрители. Зачем мне ивы? Ивы мне нужны для того, чтобы высушивать участок, во-первых. А во-вторых, для того, чтобы получать множество разнообразного строительного материала. Ну и еще, согласитесь, ивы очень красивые. Я не знаю, почему они как-то незаслуженно не используются в садах. Компостник переполнен. Поэтому за оградой у меня уже тоже большая компостная куча формируется, которую нужно будет на зиму обязательно закрыть чем-нибудь. И вот так вот выглядит огородная часть сейчас. И вот так выглядит моя клубочка. Здесь я прибираться начала потихонечку. Думаю, вот в этот уголочек, наверное, посажу какие-нибудь луковичные. От этой ивы я хочу избавиться полностью, потому что это козья ива, она мне не нравится. У нее листья некрасивые. Я еще одну ягодку схомячила физалисом. Очень вкусная. Так. Почти полностью уже опали листья со сливы. Меня спрашивали про удобрения. И были ли на этой сливе плоды в этом году. Сообщаю. Я, кстати, показывала, что вот плодов нет. И опрыскивание удобрениями вроде как бы и не особо-то помогло. Хотя в этом великолепном сезоне, этим летом, у всех моих соседей, на всех сливах, вот соседская слива там, например. Вот там у соседей сливы. Вот там сливы. У всех было полно просто плодов. Хотя они, конечно, были такого качества не очень. Но это не важно. Это уже проблемы соседей. То, что они их не обрабатывали ничем, не травили. Никаких плодожорок. Вот на моей же сливе был снова полный ноль. Те три сливы, которые снова выросли, они, конечно, не в счет. Но я знаю, в чем дело. Теперь я это знаю. Когда мы были в питомнике и покупали для Дианы яблоню, тогда я там у хозяйки, так скажем, питомника поспрашивала. Это очень опытная женщина. Она занимается непосредственно селекционной работой уже очень много лет в Латвии. И она сразу задала мне несколько наводящих вопросов про цвет, про размер этой сливы. И сказала свой вердикт. К сожалению, я не записала, тогда, когда она мне сказала, я не записала название сорта этой сливы моей. В общем, это какой-то очень старый сорт, который способен опыляться только с определенными сортами сливы. Конечно, тоже старыми сортами сливы. Я даже не стала запоминать, с какими конкретно сортами, потому что я не собираюсь их высаживать на своем участке, искать эти сорта, высаживать их, чтобы вот эта вот конкретно слива начала мне давать свои плоды. Ну, хотя все может быть. Может быть, я еще раз поеду и спрошу, потому что я захотела еще купить яблоню с красными-красными яблочками. В общем, это все не важно. А важно то, что никакие удобрения, никакой уход, ничего не спасет мою сливу, кроме специальных сортов компаньонов, которые я могла бы посадить на моем участке. Вот такая вот история. Так что, господа, не все так просто в этом мире садоводства и огородничества, как мы иногда себе хотели бы представить. Ну, о чем еще показать, рассказать, даже не знаю. Здесь, кстати, вот самосевный укропчик прекрасно растет. Замечательно, просто такой коренуастенький, мохнатенький. Аппетитно выглядит, надо будет собрать укроп домой. Уже так в основном-то вся зелень давным-давно закончилась и уже начинаю скучать понемножечку. Так, здесь планирую высаживать лук и чеснок. Вот-вот на днях буду этим заниматься, потому что погода будет хорошая. Не буду тянуть до холодов, когда руки будут мерзнуть. Здесь я начала уже немножечко некоторую перестройку, перекопку. Потому что прошло несколько лет и край газона немножко затянул. Территорию под кустарниками. В общем, тут нужно работать. В саду невозможно отдыхать или на несколько лет оставить его. Вот здесь вот, например, все это вскопала, перекопала. Здесь и выкопала, увезла. Это еще нужно будет все перевезти за ограду, в кучу мою. Вот это вот, всю эту огромную кучу. И две большущих-большущих тачки полных. Я вывезла уже сорняков многолетников, типа снытия, в юнка. Ну, в перемешку со всеми остальными сорняками здесь, которые росли. Ну и вот эти многолетники еще там. В компостах нормально не положишь. Поэтому все вон. И вкопала старые столбы по краю. Потому что пластиковый бордюр, он совершенно не держится в моей почве. Он вылетает зимой, как пробка из бутылки шампанского. И вот здесь вот мне еще осталось докопать. Вот видите, тут хорошо видно, как было. Здесь вот так все было. И, кстати говоря, и мульчировала, и укрывала, и полола, и ухаживала. Но как-то так вот незаметно, потихонечку, все равно вот это все затягивается. Снытью особенно. Так, и здесь я вскопала большую вот эту вот территорию, где росла кукуруза и подсомухи. Потому что теперь здесь я хочу посадить тюльпаны. Много-много-много-много тюльпанов. У меня будет целое поле тюльпанов весной. Только муж мне сказал, смотри, чтобы мыши все не съели. Он совершенно прав в своих опасениях. Мыши действительно здесь у меня как раз и ходят. Вот там вот куча такая компостная у соседей, домик. И, в общем, мыши там живут. А питаться ходят под землей как раз вот на этот участок. Поэтому мышей мы будем травить. Так, ну вот, в общем-то, наверное, и все, о чем я могу рассказать. А, нет, 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 конечно, не все. Мне же нужно показать еще то, что у меня за теплицей. Итак, что я должна здесь показать? Во-первых, подмерзла фасоль. И мне нужно теперь собрать с нее все лопаточки. Украинская фасоль, белая, крупная, оказалась очень поздней. И мне ее нужно либо через рассаду выращивать, либо не выращивать, к сожалению. Потому что даже этим жарким летом она вот не успела правильно себя показать, как могла бы показать. У нее вот еще лопаточки зеленые, к сожалению. Она позже зацвела. Но зато брокколи меня порадовала. Это вторая волна плодоношения. Хотя правильнее сказать, для брокколи это вторая волна цветения. Кстати говоря, первую волну, когда я собирала, я не знала, когда конкретно нужно срезать эти головки. И по фото, по видео мне все говорили, что я немножечко передержала, что вот-вот вы и все там испортилось, что вообще еще раньше нужно было срезать. И, конечно, в целом, я доверяла людям, конечно же, их опыту. Потому что я первый раз выращиваю. Но вот вторая волна показывает, что все-таки, наверное, ту капусту я срезала даже рано. Потому что вот эта вот головка, я ее хотела срезать еще дни 10, наверное, назад. Я ее хотела срезать. Но не срезала, потому что были то дожди, то болели, то еще что-нибудь. В общем, не была на огороде. И головка увеличилась за это время в два раза. Но ничего здесь еще не распушилось, не раскрылось. И я думаю, что если не срезать, то она еще подрастет. Поэтому тут очень-очень важен, конечно же, личный опыт. И вот это вот еще может подрасти. Я вижу, что там есть такие маленькие-маленькие бутончики, которые подрастут, головка увеличится, но цвести это еще не будет. А вот здесь вот видно, что уже пора срезать. Вот здесь видно, что они распадаются, вот эти вот соцветия. Не то, что пора, вот это точно уже немножко передержала я. Вот этот качанчик. Правильно сказать, соцветие, конечно. Такое вот оно мягенькое и рыхленькое. И здесь подросло еще множество мелких соцветий у этой самой брокколи, которые мы радостно, пожалуй, соберем и употребим в пищу. Ну и сейчас еще хочу показать, что творится в теплице. В теплице доживают свои дни огурцы. Еще можно собрать несколько красивых, сочных, сладких огурчиков. Но так в целом листва уже практически полностью погибло. И ждать особо ничего не приходится. Еще тут в теплице выросли баклажаны, которые-то уже нужно собрать, потому что баклажаны подмерзли. Очень теплолюбивая культура. И там, где вот соприкасалось растение с пленочкой, оно замерзло. А у этого замерзла макушка. Хотя помидоры и базилик, например, прекрасно выдержали это понижение температуры. А, нет, кстати, не так уж и прекрасно. Вы видите перед собой мощное томатное дерево. Это белая смородина. Томат, белая смородина. Это одно единственное растение. Ой, как вкусно, базиликом запахло. Которое вот так вот потрясающе. Ветвец, о нем я уже рассказала все в моем видео про сорта томатов, про анализ сезона выращивания томатов в теплице. Там я говорила, что больше это чудо выращивать не буду. Но это чудо, по крайней мере, вот сейчас еще так вот плодоносит. Помидорки созревают. Все у них замечательно. Сладенькие, вкусненькие. Я вообще думаю, что это какой-то не сорт даже скорее, а вид томата. Потому что только видовое растение может быть таким устойчивым ко всяким бякам. И так мощно, мощно, мощно расти, игнорируя плодоношение в целом. Потому что на такое большое растение, конечно, плодов должно было быть побольше. Ну и вот, и замерзло оно тоже наверху. Вот там вот макушечка. И видно, как все подмерзло. Там, где с пленкой соприкасалось. Сейчас я это все обрежу, уберу. И посмотрю, сколько еще дней продержится это растение. У меня в теплице. Оно у меня такое вот тоже экспериментальное здесь. Пересаженная капуста, кстати, принялась и растет. Пожалуйста. Посмотрим тоже, это эксперимент. Сколько дней оно продержится. Может быть, даже всю зиму продержится в теплице. Если буду поливать. А здесь мои огурцы в бачке на геле. Кстати говоря, вот и плоды есть. Сегодня в теплице очень тепло. Тут так приятно находиться. Видео про огурцы, про анализ этого способа выращивания у меня еще будет на канале. Разгребу немножечко свои дела на участке. И буду обо всем потихонечку вам рассказывать. Все равно, в принципе, впереди очень длинная зима. Успею обо всем рассказать. И здесь растет перец в ведре. Так, ну этот перец ест слизень, которого я в ведре нашла. Нужно будет этого слизня уничтожить. Тогда наблюдать за растением дальше. Вот так вот они себя, теплицы, чувствуют. Зачем у меня растут эти растения? Конечно, это не для какого-то супер урожая. Конечно, это больше экспериментальные растения. Я смотрю, как долго в моей теплице все продержится при определенной температуре воздуха на улице. Вот тут, кстати, еще томат Black Cherry. Тоже замечательный томат. Частично который болеет. Частично нормальный, здоровый. Вот с него можно тоже собирать вкусные, очень сладкие помидорки. Капуста Кейл прекрасно себя чувствует. Ничего ей не страшно, конечно же, будет, кроме косули, которая может прийти зимой съесть. Жду, когда наконец-то закончатся помидоры свежие дома. И начну готовить тогда салат из капусты Кейл. Пока что есть мне ее не хочется. Здесь качанчик январского короля. Здесь вот ремонтантная земляника. Кстати, она не замерзла и цветет даже. Очень вкусная, очень сладкая ягода. Ну как? Ну вот как после этого? Жить. Согласитесь, 11 октября съесть свежую ягодку, ароматнейшей, сладчайшей земляники. Ради этого стоит иметь огород. Так, это, это, этот, 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 дурман. Замерз, конечно же, дурман. Остались только рыбы на нем висеть. Вот здесь покажу, как распушились хоризонтемы. Красота. Смотрите, какая красота. Супер. Очень мне нравится. Только нужно будет придумать что-то для того, чтобы их высадить несколько сортов. Повыше какой-то участок сделать такой приподнятую достаточно высоко грядку, на которую посадить хоризонтемы. Тогда они у меня будут цвести каждый год. И здесь зацвела синяя астра. Такая с легким фиолетовым оттенком. Но вот тоже она поздняя. Видите, вот как поздно она начала цвести. Кстати, обязательно нужно показать же еще одну хоризонтему, которая у меня в этом году смогла зацвести. Это буквально вот одна веточка. Каждый год она прорастала, но никогда не цвела. Только в этом году ей хватило тепла и хватило, вернее, не была земля настолько влажная, для того, чтобы хоризонтема могла зацвести. Она тоже очень-очень красивая. И вот к той желтенькой, там у меня еще одна беленькая, но она не смогла зацвести, только бутончики набрала. И можно сделать очень красивую вот такую поздне-осеннюю композицию. Из одних только хоризонтем. Да, к сожалению, вот такие хоризонтемы в большинстве регионов Российской Федерации, они не зацветают, не успевают просто. И в результате у меня получился вот такой еще сбор урожая в октябре. Собрала капусту брокколи, баклажанчики, помидорчики, огурчики. Вместе получилась достаточно внушительная кучка. Между прочим, можно сварить суп с фасолью, сделать салат с огурцами и с помидорами достаточно много. Запечь баклажан с беконом и сыром. Приготовить, например, омлет с брокколи не один раз. И сделать соус песто. Вот как много продуктов получается. И хочу показать еще это великолепие. Эту потрясающую фасоль. Посмотрите, какой размер. Какой размер. Это нечто невероятное. Фасоль крупнее помидоров. Вот. Вот это я понимаю. Суперская штука. Но жалко, что она поздняя. А для примера, вот обычный размер фасоли. И вот инь-янь фасоль, я, кстати, ее пробовала варить, она сохраняет окраску. То есть после того, как вы отварите, она вот такая вот и остается. Конечно, не такая ярко-фиолетовая, но темненькая в этом месте. Не могу точно сейчас сказать, какой там цвет был. Но темный цвет, белый, сохраняется. И это выглядит очень-очень симпатично. То есть такая фасоль, просто отваренная, в качестве гарнира какого-то будет очень симпатично смотреться. Ну и мне предстоит еще попробовать на вкус, конечно, эту великолепную белую фасоль. Хотя эти конкретно вот семена, которые здесь вы видите, я их всех высушу. И буду использовать, по крайней мере, буду хранить для семян в будущем. Не обещаю, что в следующем году я ее посею. Но на будущее надо сохранить, потому что у меня всего было штучек 5 таких семечек. И я их все посадила. Хорошо, что вот выросло, больше выросло, чем посадила. Есть что оставить на семена. Вот. А то, что там еще висит на шпалере, то, что я собрала, стручки, я их поставила в домик, чтобы они там дозревали, наливались, и те уже я смогу использовать в пищу. Вот, кстати, симпатичный получился баклажан. Это круглый валенсийский баклажан называется, который не очень меня впечатлил, потому что ему, в принципе, нравится более теплая погода, более теплый климат, чем в Латвии я могу ему дать. Вот и все, в общем-то, о чем я хотела рассказать вам в этом видео про мой сад в октябре. Не забывайте поставить пальчик вверх и подписаться на канал Аленин сад. На моем канале уже очень много всего интересного про сад и про огород. По крайней мере, вы сможете посмотреть, как развивался мой сад, как перестраивался, как засаживался и, конечно же, как он еще будет перестраиваться сто раз и засаживаться снова и снова в разных вариантах. Я желаю вам всего самого наилучшего и до встречи в новом видео.